Добрый день! Вы знаете, как правильный режим питания регулирует вес и продлевает вашу жизнь? Досмотрите видео до конца, я думаю, многое для вас станет более понятным в этом вопросе. Я врач-фитотерапевт-диетолог Борис Качков, помогу вам в этом разобраться. А знаете, кто определил правильный режим питания для человека? Вы думаете, профессора, академики, практикующие диетологи? Нет. Правильный режим питания для человека определил ребенок. Новорожденный ребенок, он еще не знает, правильно питаться, неправильно. Он питается по аппетиту. А здоровый аппетит у него появляется примерно каждые 3 часа 8 раз в сутки. Он при этом хорошо растет и развивается. Примерно по угодовалому возрасту у него появляется ночной сон. И все остальное время он делит приемом пищи. И как правило, здоровый ребенок питается 5 раз в день. Это и есть правильный режим питания для человека. Если вы так питаетесь, прекрасно. Проигрыш по здоровью гарантирован. Потому что при пятикратном приеме пищи, ваша печень великолепно очищает кровь от пестицидов, гербицидов, канцерогенов, других токсинов. И выводит из вашего организма. Кушаете вы реже, часть из этого добра остается вам на память. И идет воспалительные процессы, онкология в перспективе, снижение иммунитета. Насколько вам это все нужно, не знаю. Может быть вы действительно много зарабатываете. И готовы со временем пересадить себе печень. Тысяч за 55 долларов. Или пересадить себе одну почку. Себестоимость операции от 50 до 150 тысяч долларов. Или пересадить изношенное сердце. Это примерно 250 тысяч долларов. Если покуриваете, возможно сердце с легкими в комплекте. Это полмиллиона долларов. Один сустав, пересадка, 5-10 тысяч долларов. А таких суставов у вас больше 200. Если вы готовы к таким крутым переменам в своем организме, со своим здоровьем, ну, это ваш выбор. Если вы не очень к этому готовы, тогда все-таки лучше перейти на правильный прием пищи. Уже когда вы кушаете 2-3 раза в день, как делает большинство, вы вынуждены переесть. Когда вы переедаете, у вас резко увеличивается объемная вязкость крови. Индикатор истома, вот это насыщение после еды. Легкая усталость. При этом у вас очень густая кровь. И сердце вынуждено качать густую сметану, но не успевает ее закачать в мозгу. Поэтому-то и есть эти ощущения. Вы рискуете острой сердечной недостаточностью, если не выдержит сердце. Либо инфарктом, либо инсультом. Когда порвутся сосуды. То есть, этого делать нельзя. Если же ваше сердце и сосуды выдержат, у вас появляется при этом избыточный вес. И вы начинаете искать правильный режим питания для похудения, для снижения веса. Он будет от 5 до 8 раз в сутки. Но там очень важно, какие продукты питания комбинировать. К сожалению, в видео я не могу это перечислить. Поэтому вы видите координаты, вы можете туда обратиться. И я проконсультирую вас. Если человек редко кушает и небольшими порциями, то есть вот эти вот две плотно-солнтые горсти, а там на дне у него еда, или низкокалорийная еда. Он ест растительную пищу, она вся низкокалорийная, к сожалению. Он попадает на другую проблему. Дистрофия. Снижение массы тела. Он ищет, как найти правильный режим питания для увеличения массы тела. Для набора массы тела. Он будет тоже близок к 5. Но тут очень важно, чтобы прием пищи сопровождался повышением аппетита. Предварительно. Когда есть аппетит, можно принимать пищу. Там, как правило, есть анорексия. С ней тяжелее бороться. Но тоже можно через ту же пищу. Печь им помогает восстановить аппетит. Если она правильно работает. Если мы ей будем заниматься. Вот тогда можно и набрать вес. И выйти из анорексии. Выйти из дистрофии. Это тоже правильное питание. Почему? Потому что дистрофические изменения идут в любых органах. Ладно, мышцы потеряли. Бог с ними. Ладно, жировой ткани меньше стало. Бог с нею. Ладно, суставы попали в дистрофию. Сердце работает постоянно. Выполняет гигантскую работу. И дистрофия миокарда очень сложно. Она не убирается. Можно компенсировать. Да, там есть запасной миокард. Но он тоже имеет свои пределы. Свои границы. Поэтому тут нужно очень аккуратно все это делать. А неправильное питание сокращает жизнь. Потому что увеличение объема крови и вязкости крови. Либо истощение, когда сердце просто гоняет, вынуждено гонять пустую кровь. А вы это видите по пульсу. Низкое давление, зато пульс шкален. Вот здесь возникает куча проблем. И резко сокращается жизнь. Поэтому, если вы хотите жить долго, максимально долго, и правильно, вы видите контакты, обращайтесь. Правильный режим питания это основа вашего здоровья. Конечно, я понимаю, что вы не сможете полноценно питаться. Да, в принципе, достаточно перекусы. Но не такой, какой сейчас делаю я. Многие считают чашку кофе или чая перекусом. Это неправильно. Перекус это еда. Воду не покусаешь. Это запить. Это аперитив может быть перед едой. Очень важно правильные перекусы вставить в режим питания, если вы не можете полноценно отдать прием пищи. Что использовать на перекус? Тоже очень важно. Перекус должен полноценный быть, качественный, легко усваиваться. Когда у вас не падает работоспособность, а наоборот, вы ее обеспечили на метаболическом уровне, чтобы вы дали еду для своего организма, на котором будет работать и выполнять те функции, которые вы хотите. Я не знаю, кем вы работаете, но в любом случае перекус поможет вам на любой работе хорошо работать. Поэтому, если вас эти вопросы интересуют, контакты вы видите, обращайтесь. Я готов вам помочь. Продолжение следует...